Добрый вечер уважаемые посетители моего канала я читаю ваши комментарии благо их не так уж много на те вопросы которые я считаю что я хорошо и неоднократно осветил я их ничего не отвечаю даже потому что все это было но что еще хочу сказать я как-то противник воинствующей медицины и воинствующего целительства Ну кто меня знает тот как бы сказать не первый год тот не понимает с кем имеет дело а я лично буду говорить мое кредо вы можете выслушать все посмотреть почитать и так далее и в конце концов сделать свой собственный вывод на основании своего собственного опыта на основании будем говорить но в основном своего собственного опыта так ли это не так огромное количество разного рода рекомендаций и прочее 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 и так вот комментарии на мой видосе грибок ответ николаев Валя Белякова про табак и гайморит Петрович вы меня извините но каким образом дыхание табака может излечить от гайморита А я говорил что не только в дыхание табака дыхание табака позволит вам здесь просто напросто дезинфицировать гайморовые пазухи особенно когда они заражены разного рода там инфекции Вот я делаю эту процедуру Вдохнул Вдохнул То есть я ее делаю я ее не рассуждаю а делаю ну почитаем дальше Придаточные пазухи носа это как бутылка с узким горлышком этим узким местом устье пазухи бутылка соединяется с полостью носа Вдыхаемый через нос воздух не проходит транзитом сквозь полости придаточных пазух А вот вы бы попробовали вот это сделать Вы бы попробовали хотя бы раз сделать Вот знаете вот некоторые рекомендации или там рецепты или еще что то там такое Ну вот вот вроде бы безобидно такая рекомендация да табачок понюхать Ну сделайте хотя раз и вот как то уже совсем по другому сразу поймется да Так Вдыхаемый воздух внутрь пазух не проникает Зато хорошо проникает вот этот вот дух табачный вот эти все фитонциды Они легко и просто проникают вообще даже в полость мозга проникают Потому что пары эти легко идут Ну мы ограничимся лобными и гайваровыми пазухами Так да то есть попробовали и на своем так сказать шкуре посмотрели Значит когда вы вдыхаете то воздух всего лишь пройдет мимо этих устьев мимо отверстий соединяющих пазуху с носом Поэтому вдыхаемое вещество например предполагаемый антисептик окажет лечебно-действенность слизистой внутри А оказать лечебно-действенность слизистой внутри пазух не может вот не может большими буквами написано Вдобавок вот это я как бы сказать такое впечатление возможно у некоторых создается Я сижу там и что-то тут придумываю такое знаете лишь бы что-то вам тут это самое наговорить Не опробовав сам не ссылаясь на опыт других людей которые это делали Но против гармонита еще надо кое-что сделать для того чтобы слизь не скапливалась Ну я об этом уже говорил не буду повторяться Найдете так найдете полный 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 Так гайморрит в некоторых запущенных случаях требует небильной операции Вот видите операции Пункции придаточной пазухе то есть прокол стенки откачка гной Выведение в полость пазухи лекарственных препаратов и так далее Я то толкую я то толкую А то чтобы вот этого не делалось то есть не допускать себе до этого А сколько примеров люди мне присылали Когда неоднократно им делали эти проколы Гайморит как был и был А вот они сделали кое-что что я писал там в книгах и прочих прочих Я не буду уже повторяться И забыли об этом Промедление иногда может закончиться очень печально То есть я говорю об одном А здесь что-то тут другое И в любом случае ну попробуйте Вот попробуйте дойдет ли этот дух или нет До ваших гайморовых пазухах Я ответил на что Да вы врачи между делом Попробуйте табачок понюхать Ему проснится сразу же Вот как только человек сделает и сразу же Нет уж спасибо Я лучше буду нос пробивать И промывать выходит так Я несу ответственность за свои действия Я тоже несу ответственность за свои какие-то рекомендации Не просто так знаете вот здесь В отличии от различных целителей А целителем я себя вот как-то не считаю Я считаю себя человеком Которым интересно заниматься своим собственным выздоровлением И более того Можно заниматься своим собственным выздоровлением А не иметь результатов А у меня они есть И опять-таки оценку это сделайте Не кто-нибудь, а вы сами Вот было до и стало после Которые нередко Которые нередко понятия не имеют о болезни Ага Вы возьметесь вылечить больного с гнойным габаритом Да никого я не беру Лечить с гнойным гайморитом Я как раз людям Посоветовал Как не допустить себя До гнойного гайморита Вот оно в чем заключается А уже дальше дальше Если на то пошло То есть и советы по тому Ну как и с гнойным габаритом Там температура, интоксикация Температура, интоксикация Поголодайте Чтоб температуры не было Чтоб интоксикация ушла Почистите организм Ладно Боюсь что пока Он будет по вашему совету нюхать табачок Дело закончится Внутричерепным Или глазными осложнениями Что собственно нередко Приходится наблюдать У нас в году сотни операций А вот сотни операций в году Это говорит о том Что сейчас наблюдается Поголовная безграмотность В отношении Заботы о своем собственном здоровье И не зная это Пожалуйста И туда Ну и что Сделали прокол Если нету воздействия А я уже говорил На причины То дальше все это появится И опять прокол Опять прокол И опять потом И внутричерепное давление Будет подниматься А целый И так далее И так далее Важно понимать О чем я говорю А не выхватывать Что-то вот так вот А это вот А только понюхать Да там до понюхания Было сказано сколько В том числе Попадается и после Различного рода Самолечений Нюхательных И промолвных Различными растворами Вот это Сейчас я понюхал Для этого Но Для того чтобы Вот здесь Не скапливалась Слизь Разного рода Слизь Которая выделяется Надо следить За работой Своего собственного Организма Каждая простуда Оставляет Слизь На которой Начинают размножаться Микробы И так далее И так далее И потом возникают Вот эти все эти гнойные осложнения И мы с вами Действительно Промываем А толку Нету У нас Идет Постоянная Зашлаковка организма Из-за нашего Неправильного Потребления Пищи Образа жизни И мы только И делаем что Промываем нос И ничего не получаем А это все идет И далее Получается осложнение Либо делаем Проколы И проколы То есть я о чем Говорю Нормализовать Работу организма Как это сделать Я уже Сотни раз вам сказал Написал Все это сделать А вот нет Вот Вот Как то это самое А вот лечить При адекватном лечении Больной большинстве случаев Спустя пару недель Забывает о своей проблеме Пару недель забывает О своей проблеме А месяца через два Он опять С этой же проблемой Может к вам Обращаться Я написал вообще А я вас заблокирую Потому что Я говорю Несколько Об ином Нежели это И вот такие Воинственные Люди То есть я с ними Не собираюсь Спорить И так далее Я вот перед вами Сижу И все что Вот мне Хотелось За неким исключением Я этого добился У меня уже Жизнь 68 лет Ё-моё Европейцы живут До 72 Статистика Осталось 4 годика Пожить И все Согласно статистике Хе Отлично Я очень доволен Своей жизнью И так дальше Грибок Ответ Николаю Опять таки Валя Абелякова Пишет Про слизь Петрович Тут эту бедную слизь Просто демонизируют Слизь Вообще-то В норме Образуется В организме В количестве До полутора литра Ежедневно Это слизь органов ЖКТ Органов Дыхания Мочеполовой Системы Это все ясно И понятно Но мы то говорим Совершенно о другой слизи Которая Говорит о том Что Вас поедом Едят грибки А именно Мы тут говорим О молочнице О слизи На языке Раз О слизи Половых органов Два Вот это вот Похоже на творожистое Эти выделения То есть О чем мы говорим Мы говорим Не об этой слизи А то тут Все что-то Надо там Слизь И так далее Слизь это хорошо То есть слизь Выходит на языке Это хорошо Слизь значит У нас из половых органов В виде вот этой вот Молочницы После которой Возникает разного рода Жжение Раздражение И прочее Это тоже хорошо Слизь из носа Когда После которой Возникает У нас гайморит И так далее Это тоже хорошо О какой слизи Идет речь Это тоже как-то Важно понимать А то так бряхнут И все Слизь выполняет Множество функций Множество функций Защитно В том числе От механических Химических повреждений Но ясное дело Мы не об этой слизи Говорим В слизи находятся Кредки иммунной системы Да пожалуйста Пусть они находятся Никто не возражает Которые в виде Первой линии обороны Встречают Проникшие в организм Патоген Вирусы Бактерии Репки Мы не о той говорим Слизи Поэтому обесслизить Организм не нужно Да у вас это Едва ли получится При некоторых заболеваниях Усиленного выделения При некоторых заболеваниях Усиленного выделения Слизи Является нормальная реакция Естественно Организм пытается От чего-то там Избавиться В виде там Слизи Хотя бы та же Аллергическая реакция Когда человек Обдает там Потом Слизятся глаза И так далее И так далее Организм пытается Избавиться От этого Является Нормальной реакцией Но если Это в кавычках Нормальная реакция При некоторых заболеваниях Они вот и продолжаются Эти заболевания А вы считаете А да и нормально Знаете Я в свое время Говорю Прошел Вот эти вот Ангины Были Я уже Рассказывал об этом Ну ладно Я повторюсь Хрень с ним У меня Не убудет У меня были ангины От того что Я занимаюсь Тяжелой атлетикой Выпивал там Литрами молока Ел Безобразно Надо было Набирать вес То есть Вот такая цель Вот у меня начались ангины Нос до этого дышал нормально Ну Ангины Ангины Вер В то время не знал Молодой человек Все мне надо тут Мышцы иметь Силу иметь Поднимать Вот вырезали гланды Вырезали гланды И примерно Месяца наверное три Я чувствовал себя Можно так сказать Вот отлично Думаю Ох хорошо как Ты смотри Ничего нету Зато потом Как повалилась Слизь Из носа И гаморит И все там такое Вот это вот Слизи там куча была Ну чё Чё Подсушивать будем Вот этими Веществами Которые в аптеках Продаются Раз 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 Слизистая подсушилась Ох как говорится Зашибись Хорошо Ты смотри Подсушил слизистую И так далее А так как я Безалаберно питался Всё это дело делал Слизь продолжала Выделяться А я аж пшикал Сжёг слизистую носа И у меня Перестали ощущаться Какие-либо Запахи А зато потом Когда я очищал Очищал Вот И промывал Нос Там с помощью Особых там Растворов И так далее С меня выходили Вот эти вот Сопли Корки и так далее С запахом Вот этого Лекарственного вещества Поэтому я уже Прошёл Валюша Вот эту всю Вашу Как бы сказать Знаете Науку И понял Что что-то надо Самому делать Есть другая наука Вот она Она такая же наука Вот она я вам показываю Большая медицинская энциклопедия И Не с позиции Мы делаем Мы делаем операции Что это я достиг Своей собственной головой Ну попробуйте Вот Походите Короче По этим всем По врачам Поделайте Все эти штуки Ну и посмотрим Дальше Включится еще голова Или нет Так А Валюшу Белякову Я Как и сказал Я Заблокирую Чтоб ее больше Тут На канале не было Чтоб Человек который Пытается Что-то мне сказать Вначале Должен узнать О чем я говорю Что я говорю А потом уже Сказать Слушай Та-та-та-та-та-та-та-та А так получается Ерунда какая-то Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- Продолжение следует...